Вы же не занимаетесь этим, вы просто купили, 3-4 раза в году приезжаете в эту страну отдохнуть с семьей на Новый год, на летом, когда хотите. Положи кусочек туда, положи 100-200 тысяч в любой момент, в испанскую недвижимость, которая сдается в аренду, это уже бизнес, бизнес ты продашь легко. За 2-3 недели любая квартира продастся очень быстро. Первая, квартира должна быть обязательно с бассейном, зеленой зоной, парковками, ну парковка относительно, бассейн номер один. В жилом комплексе. В жилом комплексе, бассейн номер один. Если бассейна нет, квартира будет сдаваться хуже. Александр, добрый день. Спасибо, что пришли в студию. И я бы хотел сейчас обсудить такой вопрос. Я точно знаю, что многие наши граждане покупают, у меня даже родственник какой-то есть, покупают недвижимость в Испании с целью, скажем так, чуть-чуть заработать, иметь пассивный доход, модное слово такое. Но при этом, поскольку Испания это все-таки многими россиянами воспринимается как южная страна для отдыха, периодически туда выезжать, что называется, в свои владения, отдохнуть семьей. Расскажите, пожалуйста, что вы рекомендуете в данном случае, на что брать внимание и как это лучше сделать? Ранее, лет, наверное, пять-семь назад, в частности, мы говорим о русскоязычном покупателе, о россиянах в частности, в основном причина покупки была эта престижность. Я живу в своей стране, у меня есть бунгало в Испании, так шутили когда-то, как будто в фильме, я не помню. И это было круто и престижно. Со временем многие, купив свою квартиру в Испании, недвижимость какую-то, начали понимать, что можно ее иногда сдавать. Но нужды в этом не было, потому что, в частности, в России экономика до 14-го года вообще была в великолепном состоянии, это правда. И у нас покупали клиенты в 13-м, 12-м году, те, которые работали на обычных заводах. Обычный работник заводов мог купить недвижимость в Испании. Она была доступна, она и сейчас доступна, но тогда она была еще немного не так дорога, как сейчас. И это было для престижа. На сегодняшний день экономика в России немножко так не совсем хорошо себя чувствует. Самое главное, мы в два раза потеряли в курсе. Я бы к этому сейчас и веду, поэтому люди, которые у нас содержали свою квартиру, у себя, жил здесь, получал, вот у меня последняя клиентка говорит, Саша, я получала 1200 в евро, в рублях она получала здесь зарплату, 1200 в евро. Сейчас я получаю 600 в курсе, в два раза, да. А ипотека у меня 280, мне жить не на что будет, что делать? Давайте попробуем сдавать. И вот, наверное, с 14-го года огромное количество собственников недвижимости перешли в аренду. И когда многие попробовали, они рассказали своим друзьям, что без этого можно зарабатывать. Ну, первый плюс какой? Это недвижимость в Испании с 13-го, 14-го года на 5-6% в год всегда дорожает. Новострой дорожает от 8 до 15%, а некоторые на первой линии до 30% в год. Сумасшедшие, конечно, скачки. Я недавно выступал тоже на одной конференции, назвал эти цифры, люди начали смеяться в зале. Я говорю, нет, 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 я могу доказательно доказать, у меня специальные ролики, которые я снимал год назад на этих же объектах. Блок строили из шести домов. Первый дом продавали за 240 тысяч в первую квартиру в первом блоке. И в последнем блоке мы продали квартиру за 336 тысяч. Существенно разница. Но это, наверное, касается, что называется, не всей недвижимости. Только первая линия. Это первая линия, премиум класс, подорожал очень сильно. В основном это 6-7% вторичка и 8-15% первичка. То есть, вкладывать деньги в это можно, но еще получить деньги от аренды. Если сложить подорожание и сложить сумму от аренды, можно получить 10-12% чистыми. Хочу отметить, в Испании обязаны платить налоги 24,75%. Поэтому часть четвертого у вас заберут в государство Испании. Но чистыми вы получите, минус все расходы свет, вода, коммунитет и все остальное, вы получите где-то в районе 5-6% аренды. И от подорожания 10-12% в евровалюте, я считаю, что это очень хорошая инвестиция. Пассивная, пассивная. Вы же не занимаетесь этим. Вы просто купили 3-4 раза в году, приезжаете в эту страну отдохнуть с семьей на Новый год, на летом, когда хотите. А она вам еще зарабатывает деньги. Мало того, в любой момент, когда-то у меня один клиент спросил, говорит, Саш, что мне делать, куда мне вложить деньги, куда лучше. Я говорю, смотри, у тебя есть много недвижимости в России. Много недвижимости, да? Ну, положи, не ложи все яйца в одной корзине. Положи кусочек туда, положи 100-200 тысяч. В любой момент. Испанскую недвижимость, которая сдается в аренду, это уже бизнес. Бизнес ты продашь легко. За 2-3 недели любая квартира продастся очень быстро. Если она имеет свои календари, аренду на полгода вперед, понятное дело, что это очень легко. Теперь поподробнее, что такое имеет свои календари. Мы говорим, я так понимаю, о такой краткосрочной или, можно сказать, гостиничной аренде, да? В основном я говорю о гостиничной аренде, так как, в принципе, получить прибыль можно и от долгосрочной аренды, но основная масса, они же хотят приезжать, а ты в свою квартиру, значит, если ты задашь на год, на два, а зачастую это на два и на три подписывают в Испании контракты, долгосрочная аренда. То получается, ты купил кому-то квартиру, он там живет условно за 300 евро, твои деньги там вроде как и работают, но ты не имеешь права приехать в Испанию. Ну ты приезжаешь, только живешь в гостине. Неинтересно, правда, неинтересно. Есть, конечно, исключение, когда клиент сдает на долгосрочную аренду и когда он собирается приехать, он мне просто звонит, говорит, Александр, найди мне какую-то квартиру на неделю, я приеду где-то рядом с моим комплексом или в моем комплексе, найди квартиру, чтобы я в своем же бассейне покупал, а моя квартира пусть работает. Такое тоже бывает. Но в основном это краткосрочная аренда, по недельным, по суточным, на две недели, по-разному бывает. Когда вы говорите о доходе 5-6%, давайте технологически, это всегда такое, это зависит от чего, вы это сдаете, это он сам должен искать, нужно в какие-то специальные компании обращаться. И вот вопрос вот этого календаря, я так понимаю, здесь становится самым... Да, обязательное условие, это нужна управляющая компания, это моя рекомендация. Потому что некоторые говорят, я буду сам куплю, я буду сдавать, пожалуйста. Но если вы не профессионал этого дела, и никогда этим не занимались в своей стране, а тем более международная сдача недвижимости, ведь наши клиенты это не россияне и не русскоязычные. Наши клиенты шведы, норвеги, бельгийцы, северные народы Европы. В основном наши клиенты в аренде. Дешевые перелеты по всей Европе за 15-20 евро можно прилететь из Финляндии в Аликанте. На лукостер на каком-то. Да, их огромное количество, поэтому они приезжают на 3-5 дней на выходные, они основные наши клиенты, и на них надо расчет делать. Так все-таки, как мне выбрать управляющую компанию, как мне контролировать? Да, хороший вопрос, спасибо большое, потому что часто наши клиенты покупают недвижимость с одной компанией, а потом приходят и ищут какую-то компанию, которая будет сдавать недвижимость в аренду. Очень важный момент, я рекомендую просто обратить на это внимание, на эту фразу, которую сейчас скажу. Покупайте недвижимость только с той компании, у которой есть отдел аренды, которая компания занимается сдачей недвижимости в аренду профессионально. У них есть люди, которые менеджеры работают с компьютером, люди, которые заселяют, выселяют, убирают, ремонтируют, это большая команда должна быть. В частности, у нас это 11 человек в отделе аренды работают. Люди, которые следят в компьютере за ценами на недвижимость в соседних квартирах, в соседних домах, снижают, повышают, регулируют, чтобы мы были всегда в топе. Потому что, если наша цена немножко завышена, а у кого-то на 2 евро дешевле квартира в нашем комплексе, снимут сначала ту квартиру, а потом нашу. Поэтому наши менеджеры всегда имеют право на то, чтобы снизить на 1, 2, 3 евро, чтобы мы попали в верхнюю страницу и заработали. Это немаловажный фактор управляющей компании. Управляющая компания должна иметь, она заинтересована в том, чтобы продать вам квартиру не просто какую попало, а продать квартиру, которая будет хорошо сдаваться в аренду. Вы же с ними, получается, садитесь сейчас при покупке недвижимости в одну лодку. То есть, по сути дела, ваш отдел аренды знает, что будет сдаваться, почем и так далее, и держит постоянно руку на пульсе. Поэтому, по сути дела, он может рекомендовать вот это покупать, вот это покупать, но вот мы вас предупреждаем, а вот это лучше не стоит. Прям буквально расскажу, как это делается. Клиент приезжает, заранее мы с ним, он нам звонит сначала через интернет, нашел наш телефон, позвонил, мы с ним разговариваем. Я говорю, давайте для начала мы начнем вам посылать какие-то объекты в электронном виде. Мы задаем вопрос, для сдачи в аренду, да, мы посылаем только те объекты, которые будут хорошо сдаваться в аренду. Иногда наши клиенты смотрят только картинку, не понимая местности, где находятся, а это очень важно. Как американцы говорят, при продаже недвижимости локейшн, второй фактор локейшн, третий фактор локейшн, но это избитая фраза. Очень важно. Мы говорим, давайте так, когда вы приедете, мы вам покажем 20 квартир, которые будут соответствовать вашему запросу для сдачи недвижимости в аренду. Всего лишь 20. Он начинает выбирать, из 20 мы отсеиваем 5, на 5 идем на повторный просмотр. А я скажу, повторный просмотр работает всегда великолепно, потому что человек квартиру, которую ему понравилось, видит второй раз с совершенно другими глазами. Приглашаем нашего нового менеджера по аренде теперь и говорим, Ольга, смотри, пожалуйста, главный менеджер имеется в виду, вот они 5 квартир. Какая квартира будет лучше всего сдаваться? Она говорит, квартира номер 2, в этом блоке у нас есть 2 квартиры, сдавались вот так, вот так, вот так, вот она будет сдаваться вот так, а квартира номер 4 будет сдаваться вот так. А остальные будут хуже выбирать, я рекомендую выбрать из двух. В чем плюс? Из 20 квартир человек по сердцу, по-своему, выбрал 5. Они ему уже по душе, правда? А тут ему еще менеджер подсказал, что из двух можешь выбрать лучшую, вот она. И человек покупает себе квартиру не только то, что мы ей порекомендовали, она ему еще и по душе. То есть он туда будет приезжать, ему должно быть комфортно, его детям, его семье, должен получать удовольствие от того, что ты купил. Но она еще будет рабочая. Но когда мы запускаем эту квартиру в систему booking.com, и у нас 20 площадок подобия, как будет booking.com, соответственно, квартира начинает хорошо сдаваться в аренду. Человек получает от этого прибыль и в конечном итоге может посещать в любой момент свою квартиру, когда захочет. Мало того, мы сделали такие специальные приложения, rent.es называется. Мы разместили их Play Market и, как называется, вторая. Я понял, да, Apple Story. Да. И вот эта программа дает возможность контролировать свою квартиру, когда она сдана, за сколько сдана, кому сдана и сколько будет прибыли. Наш клиент скачет эту программу, мы даем ему доступ. То есть это ваша разработка. Это наша разработка, мы ее туда создали и разместили туда. То есть такой личный кабинет для контроля. Личный кабинет у каждого клиента. Теперь он может наблюдать за своей квартирой по этой программе, когда и где сдана. Это первое. Второе. Он увидит здесь, он увидит у нас на сайте календари, где на календарях написано, что ваша квартира будет сдана, например, 6 января по 14 января. В феврале, в марте уже у нас есть броня. У нас есть броня уже на лето, он видит. Может это проверить через Booking.com или любую площадку, они между собой все соединены. Может проверить, правда ли это или неправда. Ну и в эту систему мы не можем в систему вмешаться. Ту же самую Booking.com, она же независимая. Поэтому проверить нас о том, что мы работаем корректно, всегда можно. И это большой плюс в доверии компании, потому что компании необходимо еще доверять. Наш бывший советский покупатель всегда говорит, а как я буду вас контролировать? Это нормальный, хороший вопрос. Я говорю, да, правильно. Вот так, вот так, вот так. Чтобы человек был спокоен, что он получит всю свою сумму и свою прибыль. Вы сказали такую фразу, будет хорошо сдаваться в аренду. По вашим понятиям, вот хорошо сдаваться в аренду, это какая заполняемость должна? Квартира на первый год, как и любой бизнес, покупаете в магазин, продуктов завезли, продаете продукты питания, например. Он через полгода, через год начинает лучше работать. Люди начинают привыкать, начинают чаще обращаться именно в этот магазин. То же самое история с такими квартирами. Первый год где-то, наверное, 110-120 дней в году получается, плюс-минус заполняемость данного объекта. Конечно, летний период больше, зимний период меньше, но зимой тоже квартиры работают. Квартиры сейчас у нас бронируются с 20 декабря по 6 января. Вот это все будет забито как летом. Как летом, да, все, вся Европа приедет погреться к нам на солнце. У нас температура будет 24, в прошлом году было 20 декабря по 26 декабря, температура на море была 26 градусов на улице, и море было, конечно, холодно. Ветра не было, люди лежали на пляже, как будто это лето. Соответственно, приедет большое количество. На второй год, данная квартира на второй год может добавить где-то 120-150 дней в году. У нас был один рекордсмен, который получил на четвертый год 180 дней в году работы. Это много, считается нормальным, потому что отельный бизнес, это хороший раскрученный отель, дает где-то в районе от 170 до 210 дней в году. На самом деле, это правда. Ну, я подтверждаю ваши слова, потому что у нас, например, по российской тематике, те же, в общем-то, показатели, они, я думаю, что единые приблизительно по всему миру. И мы делали материал по одному питерскому апарт-отелю. Собственно говоря, они сказали, во-первых, те же самые цифры, что только на третий год начинает работать недвижимость так, что выходит на крейсерскую скорость. И вот такие же показатели по заполняемости. Еще один момент, хочу, извините, перебью. В тот момент, что данную квартиру мы обязательно, нашим клиентам, когда он купил, мы рекомендуем сделать какую-то косметику. Есть так называемые Booking.com стандарты, у них есть определенные стандарты для недвижимости, которые будут снимать наши клиенты. Ну, например, мы рассчитываем на то, что это Северная Европа, наши клиенты, они все живут в хай-теке, у себя дома в квартирах, у них обязательно цвета белый, серый, стальной и немного какого-то цвета. Вот мы рекомендуем ремонтировать квартиры так, чтобы когда Швет или Норвег сидел в Booking.com или в любой другой программе, он находил ту квартиру, которая очень похожа на его дом. Они очень часто копируют и ищут ту квартиру, в которой он живет. Ну, им так комфортнее. Комфортнее, да. Поэтому это тоже немаловажный фактор. Тогда квартира раньше начнет давать больше прибыли. Когда вы заключаете договор, это какой-то гарантированный доход или вот все-таки зависит от, 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 от? То есть, есть ли какие-то гарантии? Гарантий никаких нет, есть статистика, которую мы показываем нашим клиентам. Каким образом? Допустим, человек покупает квартиру, мы говорим, в этом комплексе, огромный комплекс, у нас есть три квартиры. Мы открываем ему эти квартиры, архивы, допустим, того же Booking или архивы вот этой программы, которая у нас есть. Там мы убираем, конечно, фамилию, чтобы он не читал чья-то и читаем, что там, какие доходы были. Он смотрит, вот доходность была в прошлом году, вот такая. Человек получил денег столько-то, заплатил налогов столько-то, туалетной бумаги потратил столько-то, даже это там написано. Все написано, любые расходы, все там указано. И в конечном итоге, сколько ушло на счет? Он говорит, да, меня это устраивает, у меня платеж по ипотеке условно там 300 евро, а в круговую я буду получать 800 или 600, у меня все устраивает. То есть, он с помощью этих денег гасит еще ипотеку? Ипотеку. Потому что в Москве я заработаю больше в месяц с моих 50 тысяч или в год даже в круговую. Ну, если у нас 5%, то в Москве я гарантированно могу сказать, что 15-20% за год с этой 50 тысяч можно получить так или нет? Это так было. Ну, не от аренды, не от аренды, я говорю. Я говорю, от бизнеса. Возможно было, да. Но смысл в том, я не покупаю чаще всего так, в ипотеку. Плюс, во-первых, деньги и тут работают, и там работают. В разных местах находятся, не все яйца в одной корзине. Ну, можно, наверное, какую-то другую страну рассмотреть. Опять же, стран, слава богу, хватает. Возможно, да, возможно. На самом деле, вот когда вы сказали про Россию, просто комментарий, почему сейчас интерес многих зрителей повысился. Потому что 1 июля 2019 года у нас вступили поправки в закон о долевом строительстве. Сейчас новостройки стали менее интересны с точки зрения вот таких вот инвестиций. Они так-то были в последнее время не самые крутые после кризиса 2014 года, но были варианты. Сейчас, когда банки практически себе забрали значительную часть маржинальности, то уже такое интересное. Прекратилась какая-то спекуляция, так понимаю. Конечно, да. Но и при этом все-таки это рублевая зона, а не евровая. Здесь есть приличные риски. А мы можем, во-первых, приложить файл, где бы у нас был какой-то пример расписан. Столько-то стоил объект. Вот столько-то, не знаю, заполняемость по такой-то цене. И, соответственно, вот такая-то сумма получится на выходе, как вы говорите, в круговую. Столько-то заплачешь налогов, столько-то на содержание. И вот итог твоя такая доходность. Вот мы можем конкретный пример привести. Конечно, конечно. В цифрах могу точно пример привести. Валом человек зарабатывает круговую. Всего от 10 до 14%. Всего ложится на счет. Компания управляющей нам сначала деньги заходят на нашу компанию. Мы заключаем контракт с нашим человеком, который купил у нас квартиру. О том, что мы являемся управляющей компанией. И все деньги через площадки международные заходят на наш счет. А может сразу вопрос. А это нужна, наверное, управляющая компания лицензия или что-то еще? Лицензию. У нас есть разрешение все на эту работу. Но очень важно приобрести лицензию на саму квартиру. Она не делается на собственника, она делается на квартиру. Лицензия туристику называется. А, лицензия, чтобы сдавать в аренду. Чтобы сдавать в аренду. Чтобы обычное физическое лицо могло сдавать недвижимость в аренду, оно должно получить эту лицензию. Раньше это не надо было. Года, наверное, 4-5 назад. Везде можно было размещать свою квартиру. Не платил никаких дологов. Но в конечном итоге Испания договорилась с мировыми площадками. Airbnb, Booking.com и многие другие. О том, что не имеют права разместить резиденты Испании в свою недвижимость. И не резиденты в том числе. То есть, прям договорилась с площадками? Да, да. И площадки не берут теперь в работу, если у тебя нет лицензии. Ты должен в своей стране, в частности в Испании, получить лицензию на данную свою квартиру. А потом размещать. Без номера лицензии невозможно разместить объект в испанскую. Испанский объект на, допустим, тот же самый Booking.com. Невозможно. Это сколько-то стоит эта лицензия? В среднем стоит в общей сумме где-то в районе 150-250 евро получить лицензию. И раньше она делала за две недели, сейчас где-то полтора месяца, чтобы ее сделать. Ну, в принципе, это нормально. Когда мы куплю-продажу сделали, начинаем готовить квартиру, косметический ремонт, все равно это месяц какой-то. Мы за это время делаем лицензию. Квартира отремонтирована, лицензия готова, объект уже на всех площадках запущен, открывается и работает. Эта лицензия выдается на какой срок? На 10 лет. И даже если, как было в Бенедорме, запретили выдавать лицензии туристику, так как они хотели сохранить отельный бизнес, который считается в Испании один из самых продвинутых, в частности в Бенедорме. Если в Мадриде под 200 отелей, в Мадриде под 200 отелей, то в Бенедорме 162 литра. Это много, на самом деле это супер. Они собрались сохранить этот отельный бизнес, закрыли лицензирование, но закон обратной силы не имеет. И те, кто имели лицензии, они продолжали дальше сдавать. Новую получить невозможно. И она дается на 10 лет. В этом есть большой плюс. Если закон города не запретил, можно через 10 лет еще раз на 10 лет продлить и дальше сдавать. Так все-таки, давайте пример приведем. Я купил, не знаю, квартиру за 100 тысяч. За сколько ее могу сдавать? Сколько можно получить или за сколько сдавать? Квартира за 100 тысяч, сколько может приносить в месяц? Любой пример. Разные месяцы будут по-разному. Давайте назовем так, высокий, низкий и средний сезон. Квартира от 80 до 100 тысяч, назовем так. Да, еще я потом расскажу, какие лучше квартиры в нашем регионе, по какой цене покупать. Но я назову так. От 80 до 100 тысяч квартира будет приносить в августе, наверное, от 90 до 140 евро в сутки в вала. То есть то, что будет платить нам арендатор. С очень высокой заполняемостью. В июль-август, наверное, из 62 дней будет заполнено 55-57 дней. То есть неделя, может быть, даже меньше недели. А иногда бывает по некоторым квартирам, которые уже второй-третий год, все 100% заполняются. Потому что сейчас бронируют июль-август уже сейчас те, которые приезжали в прошлом году. Им просто нравится. Они уже, вот они консерваторы. Европейцы, северники, они консерваторы. Правда. Вот он приехал, понравилось семье. Он приедет, дети, бабушки, все приезжают. И вот в этом большой плюс. Не сезон, не сезон, назовем не сезон, это вторая половина января-февраль. Такая квартира будет давать от 30 до 60 евро в сутки. Ну, в принципе, и она будет сдана на 3, на 4, на 5 дней. Какой-то командировочный приедет или какие-то там туристы-транзитники. Зимой приезжают именно транзитники, которые посещают всю Испанию на автомобиле. И по 2-3 дня живут в каждом городе. Вот это наши клиенты зимой. Соответственно, они дают какой-то доход, чтобы заплатить за свет, за воду. А летом мы заработаем на общую прибыль. Ну, и весна, и осень мы прибавляем. Это у нас Пасха. Большой такой кусок заработанных денег. Ну, и вот зимой можно заработать сейчас на Новый год. Осенью большие праздники, карнавалы в Испании проходят. Тоже люди приезжают. Таким образом набирает вот это количество людей. И еще стоимость, межсезонная стоимость, она колеблется где-то 60-70 евро в сутки. Можно получить легко. Легко. Причем межсезоннее более интересно. Потому что приезжают, летом, допустим, приезжают с детьми, бабушки, дедушки. А межсезоннее приезжают люди богатые, богатые люди пожилого возраста, которые тратят, во-первых, много денег всегда. Готовы заплатить за любой сервис. Помимо этого еще есть сервис, допустим, туризма, экскурсии. Можно тоже предоставлять нашим клиентам. Ну, как бы так. Теперь давайте вернемся к тому, что сказали. Какие объекты вы рекомендуете брать? Обязательно. У нас были много ошибок. И я когда-то тоже на своем канале рассказывал об этих ошибках. Такой ролик создавал. Первое. Квартира должна быть обязательно с бассейном, зеленой зоной, парковками. Ну, парковка относительно. Бассейн номер один. В жилом комплексе. В жилом комплексе. Бассейн номер один. Если бассейна нет, квартира будет сдаваться хуже. Даже по-другому. Наш менеджер Ольга говорит так. Сначала сдадутся квартиры, которые имеют бассейн. И потом, если уже кому-то они хватят, снимут эту квартиру. А наши соотечественские приезжают и говорят. Саша, нам квартиру на первой линии, чтобы мы сдавали. Подождите. На первой линии квартира работают только 3-4 месяца в году. Пока море теплое. Море закрывается. И люди оттуда выезжают. Во-первых, зимой возле моря ветер. Сырость. Холодно. И основная масса наших клиентов селятся в центре города. Там, где бары, рестораны, все живет и существует. Функционирует. Соответственно, те квартиры, которые имеют бассейн, зеленую зону, центр города, развитая инфраструктура, они сдаются. И зимой хорошо. Соответственно, показатель зимней аренды лучше. Но мы сейчас пришли к новому еще моменту, когда мы зимние квартиры, зимнюю сдачу сегодняшнюю, мы сдаем на 3-4 месяца. Мы даем рекламу, большую рекламу даем Швецию, Норвегию, Финляндию. Там, где сейчас начинается полярная ночь. И многие бабушки, дедушки переезжают на 3-4 месяца в Испанию, чтобы перезимовать здесь. И вот они снимают на 2-3 недели, на месяц, на 1,5 месяца. Соответственно, этим они дают больше, лучшие показатели нашим квартирам по заселяемости. Вот смотрите, я пока вот вы рассказывали, приблизительно себе прикинул. Я, может быть, неправильно посчитал пропорции. Это нужно так вот сидеть, основательно с калькулятором. Я взял среднюю цену, там, 70 евро, что называется, в среднем по больнице погода, 70 евро в сутки. Умножил его на 120 дней. Получилось у меня 8400. На квартиру стоимостью, предположим, там, те же самые 100 тысяч. Это получилось 8,4%. Вот из этих 8400 условных, что мы должны заплатить? Там, не знаю, вам, какие-то налоги, какие-то вещи на расходный материал? Хочу тогда сказать, раз это средняя цифра, тогда я буду называть среднюю цифру. Да, конечно. Потому что если не среднюю цифру брать, немножко другой калькулятор не получается. Заплатить наша работа стоит 22%. Вот сумма. Управляющая компания берет за 600 евро, со 100 евро я забираю 22 евро. Что сюда входит? Первое, это мы встречаем наших клиентов, провожаем наших клиентов, убираем в данной квартире после них генеральная уборка. В смысле встречаете? В аэропорту? Конечно. Если это необходимо, они нам платят за это. Это сервис, который получают наши арендаторы. А для них важно, какой сервис получат. Если хороший сервис получат, их встретят хорошо, заселят, поставят бутылку воды или бутылку вина, когда они заселяются. А это стоит у нас в Испании 2-3 евро, они обязательно к нам обратятся. Мы стратим свои деньги эти 2-3 евро на бутылку вина, но эффект работает очень хорошо. Это сервис. Дальше. Мы контролируем техническое состояние на вашей квартире. Лампочка перегорела, кондиционер не сработал, интернет заглючило, что-то еще. Наши техники в течение 20-30 минут сразу приезжают и все исправляют. Это тоже сервис. 20 секунд о нас. В сети М2ТВ в этом году входит 5 каналов. Сейчас вы смотрите наш основной канал. Но есть еще каналы для профессионалов рынка, люди недвижимости, а также каналы о бизнесе девелоперов, бизнес в Каске, коммерческой и зарубежной недвижимости. Ссылки на все наши каналы вы найдете в описании. Приятного просмотра. И нам, у нас сегодня на Букинкоме показатель 9,1 всей компании. Это очень высокий, очень высокий компаний. Мы начинали с 7 с копейками было, потихоньку росли. На некоторых квартирах у нас есть дипломы Букинкома. Ух ты. Дипломы. То есть нам предоставляют этот объект сегодня получил показатель 8,7. Пример. Мы его вешаем прямо в квартире, этот диплом, чтобы люди понимали, что это уровень вот такого. Года, наверное, 2 или 3 назад в нашу компанию приезжали представители Букинкома Испании. Для того, чтобы проверить все наши объекты, насколько они соответствуют фотографиям и вживую. Поставили на баллы и повысили наши показатели Букинкома. Вот такой уровень. Итак, 22% это вот ваша комиссия, да? Управляющая компания. Управляющая компания. Что еще? Какие затраты? Следующая затрата это реклама на площадках. Например, Airbnb берет от 3% на вложенные деньги, на полученные деньги. Букинком у нас берет от 15% до 17% в зависимости от компании. С нас он берет 15%. Самый дорогой, но он и дает больше всего клиентов на самом деле. И многие другие площадки не берут денег вообще, но дают тоже клиентам. Меньше, конечно. Они дают другие площадки, около 20 у нас этих площадок, с которыми мы работаем. Летом дают много клиентов, зимой практически все стоят. Но если взять в общем расходную часть, по рекламе на площадках, в среднем где-то получается от 10% до 11%. Плюс-минус. В среднем веру, да? Где-то Букинком, где-то у нас идет расходная часть на Airbnb, где-то клиенты приехали напрямую, никаких расходов нету, потому что они повторно к нам приехали. Вот такая примерно цифра. А большая база у вас клиентов, которые приезжают повторно, вот таким образом, обращаясь именно к вам. Ну, наверное, сегодняшний день. Доля какая? Если в семьях говорить, я не буду говорить в количестве людей. В семьях, ну, наверное, около, а в доле, ну, где-то процентов 20. То есть, фактически каждый пятый, он уже ваш постоянный клиент. Каждый пятый повторно приезжает. И по рекомендациям. Повторно и по рекомендациям. Родственники, друзья, и тогда в этом случае они, соответственно, вот этот Букинг ничего не забирают. Это остается хозяин. Эти 10, 12, 15%, 3% остается хозяин. Это экономия. Это круговая. Мы же начинали на средней цифре. Да, конечно, на средней цифре. И еще уплата налога, которую вы должны заплатить с вашего дохода. С ваших 100 евро вы должны государству Испании отдать 24 евро 75 центов. 24,75% от суммы. Так как вы не резидент Испании и не член Евросоюза, вы платите эту сумму. Члены Евросоюза и резиденты Испании платят немножко меньше, 19%. Резидент Испании это вот вид на жительство, да, если есть? Налоговый. Налоговый резидент Испании. Налоговый. Налоговый резидент. Понятно. И тогда можно учитывать сюда расходы на свет, на воду. Тоже можно вычитать. Не резидент, житель страны, Россия, он не учитывает расходы на свет, на воду. Соответственно, надо платить налоги с полной суммы. Понятно. А вот в эти 22, я просто не услышал коммуналку, то есть коммуналка входит в эти 22%? Нет, 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 коммуналка платится отдельно. Коммуналка в процентном отношении, если на разных квартирах, квартиры по цене разные, а коммуналка в принципе всегда одинаковая. У нас не считается коммуналка от метража до той же самой квартиры. Я в среднем беру коммуналку, это где-то полторы-две тысячи. Вот ее мы просто вычитаем потом от той суммы, которая есть. От квартиры за 150, от квартиры за 50, она примерно будет плюс-минус одинаково похожая. Хорошо, вот упомянутые вами туалетная бумага и все прочее. Это за чей счет? Это за счет собственника. За счет собственника. Да, я же в программе указан, сколько. Сколько это расходов составляется? В деньгах это, ну, может быть, 150 евро, это какие-то там мыло, шампуньки, туалетная бумага на весь год. На весь год, даже это много назвал 150. Понятно. Ну, опять же, да, не секрет, что квартиры, которые сдаются вот так, в такую частую аренду, они постепенно приходят, ну, скажем так, в упадок небольшой. Как часто надо делать ремонт, не знаю, менять мебель? Я вам скажу, наверное, немножко все, у нас ровно наоборот, потому что наша задача, когда мы запускаем иногда квартиру, и квартиры в хорошем состоянии, но когда клиент уже видит, что он зарабатывает денег, и мы ему говорим, если мы будем улучшать вашу квартиру, она будет лучше и дороже сдаваться. И зачастую через год, через два квартира выглядит лучше, чем она начинала выглядеть на момент сдачи. Почему? Во-первых, он в нее укладывает постоянно деньги, собственник, а мы ее ремонтируем. Поломалась ручка, мы тут же ее поменяли. Надо подкрасить где-то там, дети гуляли, по стенам ознули, мы их закрасили быстро. Да, необходимые расходы, конечно, существуют, небольшие расходы, но квартира всегда в хорошем состоянии, потому что нам каждую неделю надо отселять новых людей. И мы не хотим плохих отзывов. Квартира всегда находится в идеальном состоянии, зачастую даже улучшается, зачастую. Одни мне клиенты написали вот такую петицию благодарности за то, что Александр, вы знаете, мы купили такую некрасивую квартиру, мы с вами сделали косметический ремонт, а через три года она у нас стала вообще просто красавица. Спасибо вам большое. Ну вот такой расход. И она стала больше приносить прибыли, за счет того, что долго сдается, за счет того, что она улучшилась. Когда вы сказали про косметический ремонт, о какой сумме идет речь, это вот единоразовый, когда мы купили это? Я на нашем канале снимал специальные ролики, когда мы брали живую квартиру в разбитом состоянии, делали косметический ремонт. Вот у меня есть ролик один, когда надо было просто подкрасить, подмазать, поменять шторы, получилось где-то 800 до 1000. Есть квартиры, где надо вложить полторы-две, но в среднем, стандартно, где-то две-две с половиной, это чтобы привести квартиру в среднем состоянии, в хорошее состояние. Сюда входит замена всей посуды, шторы, покрывала, полотенце, простыни, новое должно быть абсолютно всегда, покрасить стены и какие-то детальки добавить, красоты добавить, картинки какие-то, декорации. Этого достаточно. С какой регулярностью собственник получает этот доход? Это раз в год, раз в месяц? Каждый месяц. Каждый месяц. У него эта программа REN-ES, в которой он в конце месяца нажимает кнопочку, у него на принтере, на работе, дома распечатывается бумага, где у него есть, сколько были расходы, какие были затраты, какие были доходы, сумма, которая перечисляется на счет, он смотрит так, в этом месяце я получил 1824 евро. Он открывает свой интернет-банкинг, интернет-банк, да, смотрит, о, эта сумма лежит на счету, каждый месяц. Мало того, допустим, некоторые банки Испании запрещают ложить наличными или перечислить от третьих лиц деньги со стороны, допустим, вот, допустим, Сабадельбанк в Испании. Он запрещает гражданам России получать деньги от третьих лиц, любые. Я не могу вам перечислить на счет денег, никак. А вот если мы сдаем недвижимость в аренду, и контракт мы приносим в ваш банк, показать, что есть управляющая компания, то наша управляющая компания, пожалуйста, получайте ваши доходы. И платите вашу ипотеку, пожалуйста. Законно не надо переслать деньги из России, чтобы платить ипотеку. Большой плюс огромный. Собственно говоря, все, в общем-то, понятно. Даже не знаю. Ну, в принципе, да, картинка такая хорошая получается. Единственный момент. Вы, когда разговариваете со своими клиентами, опять же, часто, наверное, задают вопрос, а вот если что-то пойдет не так, если не будет такой заполняемости. То есть, вы сказали, средняя заполняемость, там, 120-150 дней. А если вот что-то вот пошло не так? Ну, например, что? Я не знаю, было, да, но 50 дней. Я так... Такого не бывает. Не бывает. Не было ни разу. Вот то, что я сейчас рассказал, там, 120 дней в году, это стандарт и не бывает. Ну, во-первых, мы стараемся. Нам же интересно получить тоже прибыль. Нам же интересно получить прибыль круглый год. Мы же едим тоже, кушаем и зимой, и детей своих кормим. Надо зарабатывать деньги. Соответственно, мы максимально прикладываем усилие. Смотрим, какой-то провал пошел. Например, бывает такая проблема, допустим, бывает такая проблема, вот в этом году май полностью провальный был. Полностью провалился и сезон, потому что весь май лил дождь. Люди, когда арендуют квартиру краткосрочно, они смотрят календарь, смотрят погоду в конкретном городе, смотрят, будут дожди, все, они не едут. Или даже отменяют брони. Или даже брони отменяют. Переносит свою бронь, мы можем такое тоже сделать для наших клиентов, переносить бронь на другую дату, если это свободная квартира, на другую дату, когда есть солнце. И вот такие случаи, конечно, бывают. Но очень редко. Это исключение, это неправильно. А есть какая-то разница, покупать квартиру более новую, условно говоря, новостройку, или все-таки вот такую обжитую вторичку? Очень хороший вопрос. Очень. Это моя рекомендация для наших клиентов. Если вы имеете средства на покупку нового жилья, в чем большой плюс? Первое. Когда вы покупаете новую квартиру, новая квартира в Испании уже последних, наверное, лет 10, начиная там, когда кризис закончился, первые 5 лет всегда дорожает. Вы купили квартиру, условно, за 120 тысяч, в течение 5 лет она все равно подорожает 1000 на 40, на 50. Ну, каждый год она дорожает на 5-7%. Новострой, вот так пользуются спросом. Вот так. Он всегда дорожает. Всегда. И строительная компания, вот заканчивает строить, начинает строить за 120 тысяч, и закончили стройку в течение года подорожало на 15-20% за 140. Следующую стройку начинает за 140. И опять она дорожает. А вторичка тоже будет догонять. И вторичка догоняет это новострой. Он опять подорожал новострой, вторичка догоняет это новострой. Соответственно, есть плюс. Первое, ты получаешь дорожающую квартиру, уже инвестиция, и за это время ты сдаешь ее в аренду. И новое жилье, как и новый автомобиль, лучше всегда сдается, чем старое. Потому что комплекс новый, бассейн новый, площадки детские новые, дороже готовы заплатить люди, готовы даже иногда переплатить. И чаще сначала снимут в аренду, вот это жилье новое, красивое, а потом все, что останется. Как и новый автомобиль. Супер, спасибо. Я думаю, что еще у нас будет новое видео с Александром. Спасибо.